Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. 27 января 1944 года советские войска наконец сняли блокаду Ленинграда. В нашей студии сегодня Геннадий Николаевич Соколов. В 1944-м ему было всего 7 лет. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Какие воспоминания до сих пор мучают? Возможно, вы просыпаетесь от них по ночам. С кем бы мы ни беседовали, все говорят, что забыть эти годы невозможно. Идешь по лестнице, перешагиваешь труп. Вот это у меня врезалось в память. Помню бомбоубежище. Получилось так, что мама ушла в поликлинику, она работала у меня. Соседка увела нас в бомбоубежище и там забыла про меня с своими детьми. И я там проснулся, и вот лампочки, вот куча народу полно. Я там уснул, и меня там забыли, потом только нашли. Вот. Помню, дом разбомбили рядом. Помню, срез дома полностью. Вот сверху дониза общежития висят кровати, подъяло, там, и громадная воронка. Помню, как стреляли по немцам. Я на Васильском острове жил. Вот отдельный кусочек эпизода помню. Помню, как уезжали через Ладогу. На Ладоге мы приезжали, нас на баржах перевозили, на катерах. И там, поскольку озеро мелкое, там были мазки длинные туда, чтобы к причалу, может, было подойти. И вот по этим мазкам вот эти ползли изможденные люди с чемоданами совсем. Внизу люди плавали чемоданы. Вот мне вот, эти куски врезались в память. У меня хорошо в матери, там, ей подсказали, что возьми хоть сигареты или что-нибудь. Вот она, а бабушка у меня вообще ходить не могла. Ее донесли практически до берега. Вот. И мне было около шести лет, там, пять с половиной лет. А с кем вы жили в Ленинграде? Мы войну начали в Сталлине. У меня отец был, работал в штабе флота в Сталлине переводчиком. Вот перед началом войны ему призвали звание младший политрук. Он был шифровальщиком в штабе флота. Вот. И у нас родилась... Жили мы с ним в Сталлине, уехали к нему туда. И мама там родила сестренку. 22 июня ровно родила сестру. Вот. И в Сталлине... И здесь как раз началась война. Отец в Палдиске ушел на передовую. И получилось так, что война началась. Врачи перестали разговаривать по-русски. Эстонцы. И вот. Мама начала требовать, чтобы ее отпустили домой. Потом ее не отпускали. Она объявила голодовку. Ее отпустили. Она вот с дочкой на руках пришла в штаб. Ну и какой-то офицер нас увидел. Маму, вернее, увидела. И говорит, почему вы здесь? Все уже... Все выехали гражданские Сталины. Сейчас сегодня уходит через час, что ли, последний теплоход. Иосиф Сталин уходил из Сталина. Вот. Идите домой. Она домой пришла. Здесь подъезжает машина. И вот матросу там, как кофе пили, там скатерть завернули. В окно лови. Вещи сами собрали. Она сидела никакая. Вот с ребенком пришла вот домой. И бабушка с нами там была. И в машину все погрузили. Привезли на последний теплоход. Ну, хорошо, отца успели предупредить. Он прилетел попрощаться. Вот. Но меня не разбудил. Я уснул. Так что поцеловал. И все. И больше так и отца не видел. И он там остался в Сталине. При обороне. Там наших очень много погибло. Вот. Вот вы недаром, наверное, опустили глаза на письмо. Это письмо от папы. Вы могли бы... Нет, это не от папы. Не от папы. Это от брата. Три брата отца еще на фронте воевали. Один погиб. И папа погиб. Твой остались живы. Вот эти вот младшие его, которые были. А это мы, значит, когда нас эвакуировали, мы приехали в Красноярск. Нас эвакуировали в Среднюю Азию. Вот. Ну, по дороге развернулись. Я приехал в Красноярск, поскольку там брат матери жил. Поехали к нему. Там у меня блокаду. Дед умер, сестра умерла. А мы выезжали уже бабушкой, мамой и я втроем. Мы приехали в Красноярск. И вот в 44-м году в апреле получил письмо. Вот такие раньше письма были. А вы могли, в принципе, сказать близким, что вы, как вы, где вы, что вы кушаете, куда переехали? Или тогда это было за семью печатями? Нет, в общем, просто когда, просто об этом как-то не говорилось. У всех было примерно одинаковая ситуация, наверное. У всех это было внутри. И туда же мы приехали, в Красноярск. Там, конечно, лучше было. Там было уже здесь хоть и травы, и овощи, и там уже и картошка, и все было. И у меня вот брат-матерь работал на военном заводе. Там была база гидросамолетов в Красноярске на острове. А мы жили на противоположном берегу в авиаотряде. Авиагородок так назывался был. И потом мама тоже поступила туда работать, на эту базу. И здесь, конечно, было продовольствие лучше. А плохое всегда забивается очень быстро. Помнится хорошее. Это главное в нашей жизни. Скажите, а вы видели, что стало с вашим домом после? Конечно. Я в свой дом, во-первых, я сводил туда детей. Искал просто, пришел ни адреса, ничего не было. Я знал, на какой линии мы жили, и что рядом разбомбили в дом. Я вот пошел по дворам, ходил, искал по старшей женщине, спрашивал, какой дом разбомбили. Нашел двух старушек, они говорят, разбомбили вот не этот дом, не соседний. И здесь был пустырь, а следующий был дом. Сейчас где-нибудь у нас построили дом. Разбомбили вот этот дом. И помнил имя отчество соседки. Мы жили у нас в квартире коммунальной, было три семьи жило. Я говорю, вы не скажете, где жила Вера Француз? Она, говорит, три месяца назад умерла. Это соседка. И вот я узнал, в какой квартире. Захожу в парадный подъезд, так называется. Стоит мужчина около лифта. Спрашиваю, не скажете, Вера Француз? Я, говорит, вот только два месяца туда вселился. Мне дали ордер. В эту комнату вселился. Я говорю, а вы не можете показать мне эту квартиру, где я жил, блокаду? Он говорит, ну, пожалуйста. Вот мы пришли с детьми, привез их туда. Вот прошел, я говорю, здесь у деда стоял верстак. Это я вспомнил, хоть у меня было 4,5 года. Я говорю, здесь был верстак. Здесь был у нас черный ход. Дальше, а здесь что у вас? Здесь у нас кладовка. Захожу, я говорю, выходил, говорю, а здесь я жил. Вот здесь стояла моя кровать. Вот здесь была картина. И когда разбомбили дом, она закачалась. А здесь был камин раньше в углу. Он замурован, сейчас там нет. Я говорю, открылась дверца, и огонь был. Это так светило. Говорю, вот мне кусок врезался, и стоит шкаф. Я говорю, этот шкаф делал мой дед. Он краснодеревщик был, 36 лет проработал на заводе в Ленинграде. Вот, я говорю, пришел домой, когда приехал в Рязань, моя мать мне подтвердила, что там действительно стояла моя кровать, что здесь была картина, и там был камин. Вы сами не ожидали, что вы все так быстро вспомнили? Мне это все вспомнилось, да. И потом пошел по лестнице, говорю, вот здесь вот я труп перешагивал, помню место даже. Вот, потом поднялись наверх. Там мать белье сушила на чердаке над нами. Мы жили на седьмом этаже, там восьмой еще там этаж был. То есть вот это вот, вот кусочки памяти, они восстановились. Так что мои дети знают, где я жил. Я этот дом сфотографировал. Судя по вашим книгам, знают не только дети теперь. Расскажите, как давно вы начали писать? Я собирал то, что хотел донести сейчас до нашего поколения, поскольку эти люди пережили вот эту войну страшную. Когда начинают вспоминать, у них текут слезы, они не могут ни говорить, ни писать. Вот поэтому очень сложно. Мы пять лет собирали, вот уговаривали всех, кто нет, я не буду писать. Вот уговаривали, мне два студента помогали с педауниверситета, три человека. Поскольку сейчас прочитали те, кто не писал, вот сейчас у меня, я тоже хочу написать. И сейчас я еще 20 статей набрал, и сейчас готовлю уже, она практически не готова. Вчера принесли последнюю, еще мне одну статью принесли. И еще одна, я тоже напишу. Так что, вот я к маю, я думаю, мы выпустим вторую книгу. Я вас попрошу в двух словах что-нибудь сказать блокадникам Ленинграда, которые будут нас смотреть по телевизору. Своим друзьям, блокадникам, это наши родственники, которые одна семья, в которой мы живем. Нас осталось все меньше и меньше. У нас было блокадников 356 человек, осталось 152 на сегодня. Мне только всем здоровье держаться, а мы будем, кто ходячий, будем стараться. У нас осталось немного, человек 45, которые ходят, остальные не выходят из дома. Мы стараемся им, помогаем. Все, кто ходит, мы собираемся три раза в год, 27 января, День Победы, 8 сентября, начало блокады. Мы всех собираемся, стараемся какой-то концерт устроить, встречу устроить. Очень хорошо нам помогает администрация, правительство области, администрация города Рязани. Вот вчера был чудесный нам вечер устроен, концерт. Держитесь и живите долго-долго. Мы тоже желаем вам здоровья, это самое главное. Спасибо за эту встречу. В эти 10 минут мы говорили о том, как важно жить и помнить определенные события. Это была программа подробностей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова